Все началось с того, что школьница принесла журнал «Пионер» своей учительнице. В нем были вопросы конкурса «Салют Победа», посвященного Великой Отечественной войне и параду 24 июня 1945 года. О жителях Куйбышева, которые приняли участие в том историческом важном событии, было известно не так много. Школьники из движения «Красные следопыты» начали поиски участников парада и сведения о них. Сейчас в музее огромное количество документов, фотографий, которые передали ветераны Великой Отечественной войны и их родственники. Одна из наших витрин содержит личную информацию о коряке Ивана Маркияновича. Он подарил нашему музею ордена и трубку, с которой он прошел все фронтовые дороги. Музей ветеранов участников парада Победы существует с 1974 года. Экспозиция все эти годы пополняется. Мы принимаем участие в подобного рода акциях, посвященных параду Победы, уже третий год. И в этом году мы популяризируем работу нашего музея, мы принимаем участие в изложении цветов в парке Победы, мы ищем родственников участников парада Победы, мы проводим экскурсии. В качестве лекторов ученики 120-й школы. Им есть что рассказать об экспонатах музея и участниках парада Победы. Второй по значимости стенд в нашем музее – это стенд «Они прошли на параде Победы». Здесь собраны фотографии людей, кто 24 июня 1945 года чеканил свой шаг на Красной площади. Анатолий Андреевич Бывалов был летчиком от Бога. Он прошел через две войны – финскую и Великую Отечественную. Он первый возглавил Совет ветеранов музея. Напомним, 24 июня с 11 часов вечера до половины 12 ночи в Самаре прожектора осветят небо над памятником Ил-2 и монументом славы, чтобы напомнить о параде Победителей, который состоялся 77 лет назад. Сергей Кизоркин, Юлия Василькина, Максим Гусев. События.